Здравствуйте мои дорогие, я слушаю книгу неизвестную, из которой автор Стендаль. Но после этого признания графиня не пожелала больше пользоваться ни лошадьми, ни ложей графа Н. Ей пришлось поэтому разрешить очень трудную задачу. Жить в Милане на пенсию в полторы тысячи франков. Она оставила дворец, наняла две комнаты в пятом этаже, распустила всех слуг и даже горничную заменила старой экономкой. В течение нескольких месяцев такой жизни ее тщетно осаждали письмами как Лимеркати, так и граф Н., который тоже хотел на ней жениться. Маркиз Дель Донго понял, наконец, несмотря на свою скупость, что нищета его сестры послужит только поводом для торжества его врагов. Как может урожденная Дель Донго жить на пенсию, которую Венский двор, так его обидевший, жалует вдовам своих генералов? Он предложил ей достойное содержание и помещение в своем замке Грианта. Непосредственная и подвижная натура графиня приняла это предложение с восторгом. Уже двадцать лет не бывала она в этом почтенном замке, величаво возвышавшемся среди каштанов времен Сфорца. Там, — говорила она себе, — обрету я, наконец, покой. А не в нем ли заключается счастье в мои годы? Дожив до тридцати одного года, она склонна была думать, что ее жизненная карьера кончена. На берегу этого чудесного озера, где я родилась, ожидает меня счастливая и мирная жизнь. Быть может, она и ошибалась. Но одно несомненно, что эта страстная натура, с такой легкостью отвергшая предложение двух богачей, внесла с собой в замок Грианта необычайное счастье. Обе ее племянницы были без ума от радости. «Ты вернула мне прекрасные дни моей молодости», — говорила, обнимая ее маркиза. «За день до твоего приезда я чувствовал себя совсем старенькой». Графиня принялась осматривать вместе с Фаприцием все эти очаровательные и столь прославленные путешественниками места в окрестностях Грианты. Графиня с упоением воскрешала воспоминания своей юности и сравнивала их со своими нынешними впечатлениями. Все здесь благородно и нежно, все говорит о любви, ничто не напоминает об уродствах цивилизации. Деревни, разбросанные по склонам гор, прячутся в тени больших деревьев, а из-за их верхушек выступают изумительные постройки и колокольни. За холмами, на гребнях которых виднеются уединенные домики, удивленный взор улавливает вершины Альп, вечно покрытые снегом. Издали доносятся благовест деревенской колокольни, и эти звуки, разносящиеся над водой, смягченные ею, обретают сладкую грусть умиленного примирения. Она как будто говорит, жизнь проходит, не требуй слишком многого от счастья, которое тебе дано, спеши им насладиться. Отклики этих мест вернули сердцу Маркизы все, чем она жила в 16-летнем возрасте. Она не понимала, как могла она столько лет не видеть этого озера. Неужели мне суждено было обрести счастье только на закате дней моих? Она купила лодку, чтобы кататься по озеру, и вместе с Фабрицией и Маркизою сама ее разукрасила. Старший брат Фабриция Асканио захотел было принять участие в прогулках наших дам, но тетка обливала его пудренный парик водою и каждый день придумывала какую-нибудь злую шутку, коробившую его самолюбие. Его считали шпионом отца, сурового и раздражительного Маркиза. В его присутствии приходилось держать ухо востро, и никто не смел ничего предпринимать. Асканио поклялся отомстить Фабрицию. Так провели они зиму 1814-1815 года в катании на лодках и экскурсиях по окрестностям замка. Кроме того, графиня несколько пристрастилась к Аббату Бланесу и его астрологическим занятиям. Остаток денег, сохранившихся у нее после приобретения лодки, был употреблен на покупку маленького телескопа. И почти каждый вечер она вместе с Фабрицием и своими племянницами просиживала по несколько часов на площадках готических башен замка. Фабриций был представителем учености в этой компании. Несмотря на свои скудные средства, графиня и маркиза два раза за это время ездили в Милан, чтобы посмотреть чудесный балет Вигано. Эти поездки были поистине очаровательны. К обеду приглашались несколько старых друзей, и обе женщины забавлялись, смеясь по всякому поводу, как маленькие дети. Это итальянское веселье, шумное и полное неожиданных шуток, заставляло их позабыть на время о мрачной тоске, заполнявшей грианту, и о суровых лицах маркиза и его старшего сына. Фабриций, едва достигший 16-летнего возраста, с успехом представлял здесь собою главу семьи. 7 марта 1815 года дамы, вернувшиеся только накануне из такой прелестной поездки в Милан, прогуливались по прекрасной платановой аллее, недавно продленной до самого берега озера. Вдруг со стороны Кому появилась лодка, и находившиеся в ней люди стали делать какие-то странные знаки. Один из агентов маркиза выпрыгнул на плотину. Оказалось, что Наполеон высадился у залива Жуана. Европа была так наивна, что удивилась этому событию, но она нисколько не удивила маркиза Дель Донго. Он тут же написал своему государю письмо, полное сердечных излияний, предлагая ему свои услуги и несколько миллионов денег, подчеркивая особенно, что все его министры якобинцы, играющие только на руку парижским воротилам. 8 марта в 6 часов утра маркиз сосредоточенно переписывал третье политическое донесение своему государю. В это самое время Фабриций попросил доложить о себе графине Пьетронера. «Я уезжаю», — сказал он. «Я еду к императору, который является так же и как». Счастья вам, удачи, любви и успеха. Это была еще одна часть книги неизвестной автора Стендаль. До скорых встреч. Ей встретимся в следующих роликах. Пока-пока.